В молитве ко причащению есть слова Небо врагом твоим тайну повем, не лап занять и дам я каиуда Как это понять, о какой тайне идет речь и почему ее нельзя рассказывать врагам Ну, ситуация вполне себе евангельская, очень простая Иуда пошел и рассказал врагам Иисуса, фарисеям, священникам Рассказал место, где будет в то или иное время находиться Иисус Потому что взять, конечно, они могли взять Иисуса днем Это место было вообще известно Но Иисус был окружен множеством народа И взять его на глазах у народа было невозможно Народ бы защитил Иисуса, возникло бы возмущение Священники этого и книжники не хотели Им нужно было знать, где ночью, когда не будет народа, будет находиться Иисус И прийти туда, в это точное место, и взять там Иисуса без народа И вот это место тайное, где ночью будет находиться Иисус, им Иуда и показал То есть тайну он рассказал Что это имеет в виду к нам? Какое отношение имеет это к нам? Мы же вроде как бы не можем рассказать тайну Нет, можем, в самом разном Речь идет о многих разных вещах Суть которого проста Предательство Можем рассказать тайну, ну скажем Выдав буквально местонахождение того или иного человека Местонахождение спрятанных христовых тайн Местонахождение чаши священных сосудов Чудотворные иконы Или спрятавшегося от гонения епископа Это будет то же самое Тайна, которую можем повесить врагам Христа и Церкви И таких случаев в достаточности было В 20 веке, в эпоху гонения на Церковь Мы можем рассказать секрет, который нам доверили Для того, чтобы погубить того или иного человека За которого умер Христос Никто не знает его тайны А мы ее можем рассказать Обличить Из-за этой обнаруженной тайны Может пострадать человек, даже погибнуть Это будет то же самое Можем рассказать некий секрет Который приведет ко многому Смущению в Церкви К расколу, к отпадению Вот, секрет, который мы случайно узнали Тайну, которую мы случайно открыли Она может быть действительно Ну вот, нести откровение об этой тайне Может вести пагубные последствия Для Церкви Разные, я не буду сейчас Всякие возможности угадать Тоже кто читал историю церкви в 20 веке Может найти иллюстрации подобным сюжетам Вот все это будет то То есть какая-то тайна Какое-то нечто неизвестное другим Но известное нам И мы можем открыть это врагам церкви Врагам веры Врагам Христа То ли просто для того, чтобы насолить кому-то То ли для того, чтобы просто самореализоваться То ли потому, что мы испугались Это не важно Важно другое Это самое важное Любой из нас Любой Может стать Иудой Любой человек У Христа Было 12 учеников И один из них Из 12 Стал предателем Откуда мы знаем Какие мы по счету Мы никогда не знаем Апостол Петр Был уверен в себе И отрекся Вот эти слова Они говорят нам Даже не о конкретике Какого-то предательства О том, что любой из нас Может стать предателем Иуда не особенный человек Он просто человек Он гадкий Он труслив Он там еще какой-то Но любой Может оказаться на его месте И вот мы перед причастием Перед соединением со Христом Исповедуем, что мы люди И только ты, Господи, знаешь Какие мы Только ты знаешь Отречемся мы от тебя Как Петр Предадим тебя Как Иуда Или будем стоять У твоего креста Как Иоанн Только ты знаешь Сокровенности наших сердец Только ты знаешь Какие мы Господи От тайных моих Очисти мя Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!